ну что как всегда на тренировку прекрасный день мороз и солнце день чудесный так не знаю там как насчет там друга прелестного и все такое вот но по поводу мороз то и солнце хорошо хорошо что мороз не очень сильная очень по кайфу ну погнали да боюсь как бы все поехали поехали подтягиваемся в эфир други мои побалакаем о хлебе насущном на интересную тему что такое пока на морозце открываешь ворота с такой прочее хочешь не хочешь она суть это булькать начинает вы уж извиняйтесь что рукавом вот на видать тема но эфира не очень приличает народ да и так наслушались уже все все сыты по горло темами о демократии выборах патриотизме всем прочим пятом десятом даже никто и подтянуться не хочет ну что ж тогда я начну вещать в одну харю потому что все равно потом я это видео буду выкладывать для просмотра и социальных сетях во всех и ю тубе на live channel своем кстати обязательно посмотрите потому что многие подписаны на мой основной канал который называется михаил шилов да вот я вам под логином шилов шилов м вот так вот ну латинцы разумеется вот а для того чтобы у меня не путались видео различные такие вот из жизни которые я бы не сказал что это красиво они может интереснее по контенту кому-то но не настолько информативны для того чтобы являться значит обучающими какими-то в основном live мои все видео они подразумевают общение прямое поэтому друзья я вас опять сегодня же призываю пообщаться конечно тема такая абстрактная да а демократии да что это вообще такое и я боюсь как бы как бы люди не подумали что я из кухонного философа стал превращаться в кухонного политика на самом деле это не так политика занятие политикой и обсуждение политики в какой-то мере надо подразумевает прежде всего что человек собирается реально принимать активное участие в качестве политика непосредственно в изменении чего-то наташка привет вот люди уже к эфиру подключаются нет такого желания нету но вот я лишь хочу поделиться мнением своим по одному поводу много слышали о том что они все с контак обсуждают и порицают американскую демократию говорят о том что вот какая же она демократия там двойные стандарты 5 10 несут они свою демократию пытаются нести там в страны третьего мира там изменяют там что-то все вот так вот они поступают никакой демократии на самом деле нет это только лозунг а под которым они делают свою политику по захвату энергоресурсов стран третьего мира вот согласен правильно так и так и есть то есть под эгидой того что они предлагают в странах третьего мира народу принимать решение якобы самостоятельно они помогают принять это самостоятельное решение тем кто интересен непосредственно правительству америки это да здесь демократии никакой нет я сейчас поговорю о демократии другой потому что видите нести демократию другим людям и вернее странам другим это одно а другое дело когда есть демократия в собственной стране другие страны они несут лозунг демократии где ей собственно говоря и не пахло а вот собственной сам стране если мы демократии вообще если она вообще в какой-нибудь стране в нашей например так вот хочу сказать друзья я подумал так подумал а затем в америке есть демократия натураль и тому подтверждение совсем недавно прошедшие выборы понимаете смотрите вся элита вся верхушка вся олигархия над америкосовская было все они были за хиллари клин все то есть правящая верхушка правящая партия власть все были за хиллари у них огромные ресурсы административные все у них было а выбрали кого дональда трампа против которого это вот олигархия вся была то есть вся 0 до олигархия была против все политики все были против а выбрали а кто выбирал народ выбирал то голосовали то люди и выборы я уж не говорю о легитимности выборов то что они действительно были правильно проведены и правильно посчитали голоса что кстати тоже подтверждает о том что это но является проявлением не столько наверное демократии сколько закона послушания то что все таки закон есть его пагубно не нарушают как в некоторых странах которые нам одна из них нам так известно хорошо как на никакая другая да ну вы поняли про какую я говорю то есть как бы они не хотели бы да неправильно посчитать голоса но их пришлось посчитать правильно так вот получилось да но это говорит не о демократии скорее это говорит о законе да то есть законопослушные граждане и законопослушная в виде систему вообще а вот и демократии народ выбирал и народ выбрал и никак не могла повлиять олигархия верхушка правящая партия все равно выбрать представляете и игры что и после этого можно говорить о том что там демократии нет есть а теперь давайте скажу вот так вот я вообще считаю что америка наверное единственная страна в мире ну который на слуху постоянно где действительно как оказалось есть демократия реально существующие не декларируемая а реально существующие где оказывается народ действительно влияет на принятие глобальных решений в том числе по смене правительства действительно выбирает вот вам и и пожалуйста оказывается получается то что они декларируют то у них на самом деле есть я еще раз для тех кто просто подошел в эфир и только начинается слушать или с этого места попадет как-то я не говорю про то что у них двойные стандарты и они как бы несут демократию в кавычках а в другие страны прикрываясь этим термином и распределяют мировые ресурсы энергетические а в свою пользу я не про это это не демократии это обман этой фикции у них существует наряду с этим настоящие демократии которые существуют в своей стране то что они другим странам несут там и не пахло демократией на своей стране у них демократия есть вот если кто-то скажет что это специально разыгранная карта какая-то но смотрите на самом деле что получается до сих пор элита и на толигархия а в америке пытаются трампа всячески подосрать потому что выборы хиллари они вложили столько средств и сил что несмотря на то что они на официальных раутах сам целуются ну трамп и хиллари во все 12 подбородков что называется на самом деле ничего подобного этого нет понятно и хиллари нужно делать хорошую мину при плохой над игре а трамп еще пока не настолько проникся вот этой вот лицемерием сам политическим чтобы ну как-то вот обращать на это внимание строить козни он наверно бы фаре пока находится от и победы своей и поэтому может быть не принимает жестких мер в отношении тех козни которые за глаза ну то есть а в глаза там целуются как я говорю они уже делает ему хиллари потому что если ему это поднадоест а ему в ближайшее время придется кардинальное решение примеру принимать потому что хватит уже как говорится там праздновать свою победу нужно действовать эффективно менять аппарат и все такое что он принципе и начал делать все эти козни ему уже просто осточертят и в реальной какой-то встрече с глазу на глаз он может сказать и реально слушай сучка заткнись знаешь и не порти жизнь что он называется иначе с говном смешать я что словом так говорю может оказаться и так и все вот пока он видимо глаза на это не сильно широко раскрывает но так и все произойдет не но а благодаря тому что он пока не делает таких решительных шагов в ее сторону она всячески подсирает ему что просто является доказательством того что это не была не не какая-то разыгранная карта они еще пытаются вернуть как-то свои над упущенные позиции на что-то надеяться хотя с каждым днем шанса на это все меньше но вернемся демократии есть как вы считаете в америке демократии или нет в свете того что я рассказал то что там действительно народ выбрал человека народ выбрал человека которого не поддерживала вся элита олигархии и правящая партия а с этим ну я жду ваших ответов было бы здорово и комментарии вот был просто прекрасность по ответили бы на вопрос на это ты второй вопрос сразу связи с этим если хоть какие-то намеки на демократию в той стране которую мы с вами лучше других знаем вы вы поняли про как у я имею в виду вот а у нас просто очень часто подменяются понятия у нас вообще семантику слов от и извратили до безобразия у нас на возвращены понятия слов таким как патриотизм у нас извращено понятие то же самое демократия у нас извращено понятие любовь к родине я не буду с патриотизмом эти вещи путает потому что это на самом деле нас все так единому свели что патриотизм это равняется любовь к Родине. На самом деле, это нифига не так. Родину можно любить и не быть патриотом. А можно быть патриотом и не любить Родину в общем понимании самого этого. То есть, я это расшифрую тут, потому что это сложно, это спорный вопрос. Я не хочу в эту тему переводить сейчас, потому что мы говорим о другом. Ну так вот, никто не хочет ответить, да? сложная, да? Такая, как бы эта тема, сложный вопрос. Вернее, заставляет не задуматься. Как-то не хочется вот как-то признать там, да? Очень хорошо промыли мозги, что, так сказать, американцы плохие, американцы тупые, американцы ничего не могут, там правящая верхушка, элита, ля-ля-фа-фа. А вот, пожалуйста, вот так вот оказалось. Что кого захотели, и получилось как в той песенке из кинофильма «Летучая мышь». Вот и славно. Трам-пам-пам. Вот. Выбрали Трампа. Ладно, ребят, не хотите сейчас ответить что-то? Я понимаю, вот так вот озадачить, задуматься, может быть, даже переоценить те ценности, которые навяливает самзомбоящик, вот так вот сразу и это сложно. поэтому никто не готов сейчас дать ответ прям сразу. Хотя, на самом деле, вопрос-то мой и риторический. Вы можете и не отвечать на него, все и так понятно. А, ну, если кто-то там это напишет, что я там, это там, агент госдепа, там, и все такое прочее. Не, ребят, я говорю, я не, я в этой политике далек, я не хочу из кухонного философа превращаться в кухонного политика. Мне это не нужно нафиг вообще. Я просто порассуждал о том, в чем проявляется реальная демократия, как она реально проявляется, что такое декларируемая демократия, что может опрятаться под личиной, и что является истинной демократией, и как она реально проявляется в современном настоящем обществе. Так вот, я хочу сказать напоследок, ну, я это уже говорил, я просто подчеркнул, что на настоящий момент из стран большой, как их называют, девятки, десятки, восьмерки, двадцатки, и хрен знает, как их называют, любой развитой со стороны мира нету, нету ни единой страны более демократичной и реальной, чем Америка. Вот и все. Вот так. Вот об этом можно было бы спорить очень серьезно с пеной внутрь урта, предположим, до выборов, но такой реальный факт, который вот именно состоявшиеся выборы и выборы непопулярные фигуры среди правящей внутрелиты верхушки и внутрегархии американской, говорит о том, что там все-таки реальные и реальные решения способны принимать народ. Вот и все. А другой такой страны нет. Ни Италия, ни Германия, ни Великобритания, ни какая, ни Япония, ни Китай, ничего подобного. Нет. Все. Наоборот, все страны стремятся к глобальному тоталитаризму. А страна, которую мы лучше всех с вами знаем, да, там вообще стремится все к тому, что как в Корее бы, наверное, хотелось бы сделать, но ты видите справящий. Это отдельная тема. Это имхо. Я никому не навяливу точку зрения, вы сами все знаете, в эту страну знаете лучше всех. Ну, все, друзья, на этом я эту тему завершу. Включайте мозги. Да? просто интересно подумать. Я вообще люблю работать над семантикой слов, и меня, конечно, удручает видеть то, как происходит глобальная подмена понятий в жизни. Вот поэтому не поддавайтесь на это. Ни в коем случае. Понятие слов, реальные термины, и их замещение, это такой механизм управления личностью, это просто вообще. Когда вам с детства внедрили в голову определенные стандарты о том, что какое-то понятие хорошее, вы это приняли всей душой на уровне чуть ли не импридинга, когда вы просто на уровне подсознания уже верите, что патриотизм это круто и это правильно, это хорошее понятие. Но потом во взрослой жизни, когда вы не можете поменять понятие, что патриотизм это хорошо, потому что это впитано с молоком от матери, просто вам слово не заменяют, а меняют понятие этого слова. Так как удобно тому, кто хочет это понятие поменять. И вам ничего не остается как это принять, потому что вы сам термин не меняете, вы знаете, что патриотизм это хорошо, а теперь вас научат, будут учить, что такое хорошо. То же самое касается демократии. Смотрите в корень слова всегда. Все такое демократия. Это управление народом. Гемос народ, ократия. То есть управление, править, власть, власть народа. Всегда смотрите в корне, потому что раньше корни слов, вернее, понятия не подменялись. И понимаете, даже если подменялись, то те термины, которые вам устаканились тогда, когда-то в детстве, они как раз и приняты вами как императивы. Сейчас самое главное анализировать и видеть самый важный момент. Пытаются ли хорошие такие понятия, как любовь к родине, патриотизм, демократия, честь, долг, совесть, верность. Все хорошие понятия, то есть никто не скажет, что верность, честность, работоспособность, справедливость, законопослушание, патриотизм, демократия, что это плохие понятия. Хорошие понятия. В общем, Маршак писал, что такое хорошо, что такое плохо. Все же знают, да, и никто это не спорит, но понимаете, на любое слово можно навинтить новый контекст. Еще раз говорю, поэтому смотрите, если вы знаете какое-то слово, и знаете это понятие, и знаете, что это хорошо, обязательно последите за тем, и напрягите ваше внимание и сознание, и осторожность вашу, когда кто-то начинает вам объяснять эти понятия, либо по-новому, либо как-то трактовать, либо начинает скричать о том, что теперь забыли, что такое настоящий патриотизм, там, и все знаете, для чего это говорится, для того, чтобы привлечь внимание и начать перепрограммировать это слово. Вот зачем это делается. Поэтому, на самом деле, такие передачи, программы, надо закрывать сразу, в смысле, выключать, потому что вы и так знаете прекрасно, что такое патриотизм, что такое родину любить. сами это прекрасно знаете и понимаете. Зачем же слушать заново объяснения вам? Тем более, что там пытаются на эти понятия наложить новый смысл. Ладно, друзья, все, что-то я никак закончить это не могу, а то, о чем я заговорил сейчас, это уже другая совершенно кема. Давайте, буду ждать ваших отзывов и комментариев, с удовольствием обсужу эту тему, отвечу на вопросы, то, что по этому поводу думаю, свое мнение, ваше мне будет интересно, безусловно. И обязательно подписывайтесь на ютубе на мой лайв канал, то есть, наряду с моим каналом Михаил Шилов, я открыл, как я уже говорю, канал Михаил Шилов лайв ченнел, чтобы не загрязнять свой основной базовый канал, который в основном мне посвящен теме боевых искусств, спортивной медицине, мотивации, коррекции фигуры, таким вот вещам интересным, жизненным, утверждающим и мотивирующим, не хочется их загрязнять такими вот лайв темами, которые на самом деле, в общем-то, интересно, как оказалось для многих. Поэтому такие вещи на лайв ченнеле будут. Они будут часто выходить, кстати, все эти вещи будут обязательно также и продублированы во всех моих сообществах в социальных сетях. Сообщества называются Кухонный Философ. Вот, они есть во всех абсолютно соцсетях, на Фейсбуке, и на Одноклассниках, ВКонтакте, и в моем мире от Mail.ru сервис. Ну все, всем пока, до встречи.